Настоящие криптоны, они всегда нам говорят, что Сбер и DeFi это несовместимые вещи. Есть такое понятие, как масс-адопшн, и все мы с вами ждем, когда у нас будет миллиард пользователей. Мы говорим про российскую юрисдикцию, у нас есть жесткое регулирование, у нас криптовалюта как средство платежа запрещена строго, важные, безумные проводят опыты. Но настоящие инновации мы ожидаем от DeFi, это вот как бы 24, 25, 26 ближайший горизонт. Александр, добрый день, как дела у вас, расскажите о себе немножко, представьтесь. Да, ребят, привет, я, Дима, рад вас видеть. Дела отлично, все супер. Ну, ты все правильно сказал, я работаю в лаборатории, только я не самый главный гос. Я занимаюсь исследованием и, наверное, такими фундаментальными исследованиями технологии блокчейн. Вообще лаборатория блокчейн в Сбербанке – это одна из десяти лабораторий, мы занимаемся R&D. Лаборатория с 2018 года существует. Я к команде присоединился где-то полтора года назад. Вообще у меня бэкграунд такой больше корпоративный. Я больше 15 лет работал на финансовых рынках, работал в сетебанке, работал в компании SWIFT, работал на московской бирже. То есть такие все мощные централизованные институты. И в последнее время сейчас в лаборатории в Сбербанке мы занимаемся темой блокчейна, темой IndieFi, Web3. Но основной фокус – это все-таки финансы. Спасибо. А вообще как пришли к тому, что надо заниматься блокчейнами? Как вообще с криптой познакомиться? Все равно же это все-таки криптография, да, и неизбежно это крипто, да, то есть блокчейны, направления. Как к этому вообще пришли, как ознакомились с этим? Ну, я, наверное, так в году 15-го, мне кажется, стал все больше и больше слышать про технологию блокчейна на финансовых рынках. Ну, и в тот момент вообще интерпрайз, как бы, ну, он уже немножко всегда отставал от криптоиндустрии. Ну, вот где-то в году 15-м, наверное, все крупные финансовые институты, они начали активно изучать технологию блокчейн. И скорее технология блокчейна воспринималась больше как такая угроза для финансовых институтов. Вот, то есть, ну, в тот момент банки и крупные корпорации, то есть у них не было задачи на это заработать денег, там, создать какие-то продукты. Все туда заходили с целью поисследовать, что это такое вообще, это реальная угроза для финансовых институтов или нет. Вот, я тогда тоже работал в корпорации, вот, и все начали эту тему исследовать. Ну, и стало интересно, конечно же, что как так бывает вообще, чтобы технология могла заменить вот эту всю инфраструктуру финансовую. То есть, поначалу казалось, что это вообще невозможно, нереально, и это стало таким интересом побольше эту историю поизучать. Вот, и мне было вот как бы сначала интересно туда погрузиться с точки зрения механики финансовой. То есть, как там смарт-контракты из серии могут заменить финансовых институтов. То есть, я вот с этой точки зрения заходил, мне было, скажем так, не очень интересна там тема трейдинга криптой. То есть, я этой темой никогда не интересовался, хотя мне было интересно заниматься инвестированием на классическом рынке. Вот, а больше вот с точки зрения я инфраструктуры. Вот такая история. Спасибо большое. То есть, получается, вот человек, ну, скажем так, все равно вашего уровня, да, то есть, понимает, что и Сбербанк понимает, что это уже не хайп, это не просто какая-то, да, там, инновационная технология, которая там, может быть, что-то там будет. То есть, это уже тренд, за которым идут и банки серьезные, и, соответственно, как бы вы понимаете, что в этом направлении однозначно двигается уже, наверное, весь мир. Расскажите, пожалуйста, более подробно о лаборатории блокчейн, Сбербанк, чем занимается, какую вообще проблему решаете. Да, ну, вот по поводу тренда, да, что хотел сказать. Мне кажется, ну, последние, там, года два-три, наверное, ну, все крупные финансовые институты уже воспринимают технологию блокчейн, там, не как хайп какой-то, а как потенциальную точку роста, которая поменяет финансовую инфраструктуру. Да, то есть, ну, крипта на рынке существует 15 лет, вот, и я до сих пор жива. Я вот недавно прочитал статью, по-моему, Dayconomist написал, то есть он сравнил, там, крипторынок с сараканами, которые не умирают, там, их им отрывают бошки, их там давят, там, их смывают в унитазе, вот, они все равно живые, дергаются, восстанавливаются. Вот, ну, как бы смешная такая аналогия, но действительно ведь это так, да, есть же, там, закон Линдзи, да, там, если что-то просуществовало 15 лет, то с большой вероятностью оно еще 15 лет просуществует. Вот, поэтому это тренд, и с этого года мы видим, как институционалы активно сами драйвят этот рынок, вот. Что касается лаборатории, как я говорил, в Сбербанке очень большое место занимает R&D, и вот исследование правильных технологий – это приоритет. Мы считаем, что инновации, ну, как бы, это, это точка роста, это драйвер для бизнеса, вот, поэтому у нас есть отдельная лаборатория. Сейчас там в лаборатории около 30 человек работает, половина – это технические разработчики, вот, половина – это эксперты. И наша основная задача – это глубоко и широко разбираться в технологии блокчейна, то есть не только с точки зрения технологических протоколов, но и с точки зрения еще рыночных и продуктовых трендов, вообще понимать, куда двигается рынок, ну, и самое главное, чтобы быть лидерами в предоставлении продуктов и сервисов на новой инфраструктуре. То есть вот, как бы, такая задача, с одной стороны, она такая технологическая, ну, и мы находимся в блоке технологическом в нашей лаборатории. Но мы очень, очень тесно и очень часто мы общаемся с бизнесами, то есть у нас постоянно встречи, то есть мы все время обсуждаем, что можно запустить на блокчейне, какие тренды и так далее. То есть мы такие между IT-блоком и разными бизнес-подразделениями и очень близко тоже относимся к стратегии, вот, потому что, как раз таки, прорывные технологии – это конкурентное преимущество крупных корпораций, и за счет технологий можно долго оставаться лидером в своей отрасли. Хорошо, вот команда, кстати, у вас, ну, по сути-то, в принципе, небольшая, да, но иногда не количество решает, а качество. А нас точно будут смотреть в записи, да, и захотят, может, кто-то попасть в команду Сбера. Вообще это реально попасть к вам в команду и как бы быть вот на пике, скажем так, технологии и со Сбербанком? Ну, вполне, да, у нас много ребят как раз в этом году к нам присоединились с рынка. Вот, некоторые ребята вообще никогда не работали в корпорациях, то есть такие криптаны-дефайщики. Да, у нас периодически появляются какие-то вакансии, вот, мы всегда заинтересованы в экспертах, поддерживаем связь. Ну, вообще этот рынок, он, сами знаете, он небольшой. Тут, наверное, главный совет ребятам всем – это нетворк, знать основные компании, вот, и всегда, когда появляется возможность, мы смотрим, в первую очередь, в первый круг, ну, кого знаем, ребята, кто какие проекты делал, вот, то есть это такой, чисто это комьюнити. На самом деле вам, как бы, огромный респект, да, то есть я вас вижу не на одном форуме, это и в Минске, вот мы как раз виделись, там интервью брали, и в Москве, то есть как бы Сбер, получается, идет, скажем так, в массы, да, то есть разговаривает с людьми, разговаривает с стартапом, разговаривает с комьюнити, это очень, ну, действительно классно. Что у вас вот сейчас на данный момент вообще реализовано, и, может быть, какой-то немножко там занавес там откроем, да, там, блокчейн, может быть, название уже какое-то есть, вот в этом ключе уже, какие есть наработки? А, ну да, давайте тогда расскажу вообще, с чего все начиналось, ну, и какой у нас roadmap. Вообще стоит сказать, что, вот, как я говорил, лаборатория существует достаточно давно, вот, и на самом деле очень много было сделано ребятами, еще до меня, то есть с 2018 года ребята начали изучать разные блокчейн-платформы, то есть смотрели разные технологии, там, и публичные, и интерпрайс, вот, консорциумы, частные и так далее. В самом начале, когда все там потестировали, посмотрели, вот, поговорили с бизнесом, они юзкейсы, ну, вот, там, выделили какие-то юзкейсы, и у каждого юзкейса свои бизнес-сребования. Вот, и исходя из этих бизнес-сребований, было принято решение, что лучше всего подходить, естественно, интерпрайс блокчейн со всеми требованиями, которые есть там у регулируемых институтов, с юридическими тоже ограничениями. Ну, вот, в лаборатории выбрали Hyperledger Fabric в качестве такого фреймворка, вот, и на нем начали делать первые такие пилотные и близко к продакшену продукты. Вот. Это как раз-таки стало таким фундаментом для запуска цифровых финансовых активов, вот, и как раз-таки ребята с предыдущей команды большую часть работы выполнили техническую, и в прошлом году Сбер был один из первых, кто запустил цифровые финансовые активы на обучение. Вот. Эта тема сейчас активно развивается, ну, такая достаточно хайповая сейчас, сейчас очень интересно смотреть, как корпораты на всех мероприятиях говорят про блокчейн, вот, и сравнивают блокчейн, цифа сравнивают с классическими традиционными продуктами. Вот. А параллельно, когда вот мы запускали тему цифа, мы всегда одним глазом смотрели на тему DeFi, и, как я говорил, тема DeFi с самого начала она воспринималась банками как угроза, ну, потому что в TrueDeFi там нету банка, там нету этих посредников, то есть, ну, как бы, настоящие криптовые, они всегда нам говорят, что там Сбер и DeFi это несовместимые вещи, там, часто тоже пойдут комментарии, там, Сбер, зло, там, руки прочь, там, и так далее, как бы, но это нормальная тема. Я здесь, как бы, спорить не буду, действительно, есть категория блокчейн-энтузиастов, которые, ну, вот такие TrueDeFi-щики, которые, вот, не хотят вообще связываться с посредниками, вот, и, в общем-то, это их выбор. Вот, но есть такое понятие, как масса adoption, и все мы с вами ждем, как бы, когда у нас будет миллиард пользователей, вот, но и мы при этом понимаем, что нету, как бы, миллиарда криптонов настоящих, то есть тот миллиард, скорее всего, будет, там, из обычных людей, вот, обычные люди, они не очень хотят, там, разбираться в технологиях, там, ну, как бы, для них UX, UI, там, безопасность на первом месте, и вот эта вот история про безопасность, про UX, UI, там, про масса adoption, она стала таким драйвером, толчком для лаборатории Сбера к изучению темы DeFi, вот, и вот DeFi, это новая история, то есть, что мы хотим, нам вообще интересно вот это вот механикам DeFi, нам кажется, что это будет таким дополнительным инструментом, когда определенная категория пользователей сможет получать, там, кредиты, или, там, размещать депозиты, или, там, какие-то страховки без финансовых институтов, то есть, это классно, это конкуренция, это будет драйвить банки делать инновации, вот, поэтому в нашем roadmap'е, там, появилась точка такая, Сбер DeFi, где мы говорим, что Сбер тоже может найти там свое место, вот, и мы сейчас, да, тут надо оговориться, в корпоративном мире очень большое значение имеет регуляторика, то есть, ты не можешь просто взять и запустить там DeFi, не имея на это, как бы, legal grounds, вот, поэтому здесь вот, как бы, важно, что в любой корпорации, как я говорю, должно, как бы, ты должен собрать, там, три кристалла всегда, да, здесь первый кристалл, это у тебя юридическая резка, второй кристалл, это бизнес-кейс, вот, и третий, это технология, вот, у нас всегда, как бы, два у нас кристалла всегда было, вот, третьего всегда нам не хватало, но это, как бы, норм, это тренд, мы все знаем, что регуляторика, это основная челлендж, или, как некоторые говорят, барьер, но, как бы, мы не знаем, может, сегодня у нас есть регуляторы, мы не будем говорить слово барьер, это челлендж для развития, вот, поэтому мы тему DeFi, во-первых, мы делаем, как бы, в тестовом виде, то есть, мы пока в продакшен ничего не выкатываем, потому что ждем юридических вот этих всех разъяснений, вот это очень важно. В тестовой среде мы смотрим, как можно срастить регулируемые финансовые институты, с настоящим DeFi, как раз-таки для той категории пользователей, которые ценят, там, безопасность, там, или удобство, вот, мы, то есть, у нас нет задачи всех затянуть в SBR DeFi, вот, как там, боятся настоящие криптоэнтузиасты, что в SBR придет, там, монополист, всех заставит в SBR DeFi подключиться, там счета подкрывает, карточки выдает, но, вот, как бы, нет такой задачи, то есть, мы идем от клиента, вот, это вот вторая, как бы, наша история DeFi. Третья история такая, она более дальняя в нашем roadmap, это Web3, вот, Web3, как новый тренд, который потенциально может поменять не только финансовый рынок, а который может поменять вообще бизнес-модель технологических компаний, крупных компаний, вот, здесь мы сейчас больше исследуем, смотрим на разные протоколы и смотрим, опять-таки, как рынок может поменяться и какую роль SBR может занять в этом новом децентрализованном интернете, вот, то есть, если кратко, еще раз там про наши планы, то есть, мы начинали с темы CFA, темы токенизации, вот, это Enterprise Blockchain, эту тему мы запустили в прошлом году, вот, дальше мы ее будем развивать, поддерживать, вот, но настоящие инновации мы ожидаем от DeFi, это вот, как бы, 24, 25, 26 ближайший горизонт, и третья история, это Web3, это, как бы, такое что-то большое на горизонте, там, 30-го года, там мы исследуем, смотрим, как поменяется бизнес-модель, и вот эти вот три основные точки, которые мы сейчас отрабатываем в нашей команде. Да, спасибо большое, получается, если все хорошо будет идти, грубо говоря, люди смогут получать кредиты без залогов, да, то есть, по протоколам DeFi и пользоваться как раз-таки продуктом Сбербанка именно, и я так понимаю, что еще будет какой-то marketplace, да, как раз-таки, вот, мы тоже разговаривали с вами, да, что есть в планах запустить marketplace, продавать, может быть, NFT, может быть, NFT станет вообще, как бы, не знаю, сертификатом на дом, там, на машину, да, грубо говоря, там, техпаспортом, и он же, может быть, там, будет, там, может быть, будет залогом в DeFi, да, как раз-таки, это NFT-шка, такие какие-то планы вообще есть? Ну, да, у нас есть отдельная, как продуктовая команда в бизнесе, ребята как раз занимаются NFT, вот, и они там пилят сейчас NFT-платформу, которая, ну, уже там в достаточно высокой степени проработки, и на ограниченном круге пользователя она раскатывается, вот, и NFT, ну, это, как бы, наверное, следующий шаг после цифровых финансовых активов, вот, то есть это все, что касается токенизации физических активов, то есть эта история, она такая живая, там, в ней есть интерес, вот, про то, что ты говоришь использовать, там, NFT, там, в залогах, в кредитах и так далее, это действительно интересно, интересно для Сбера, ну, и для всех участников, каким образом можно вообще вот этот вот мир DeFi, все, что касается NFT, все, что касается фиата, фондового рынка, как их можно интегрировать, потому что здесь как раз-таки, мне кажется, и возникает синергия между этими рынками, то есть в теории, да, было бы круто, допустим, там, с помощью, не знаю, там, какого-то токена на недвижку, ты договоришь, что вот у меня есть токен, и это, как бы, юридическое обоснование права собственности, ты можешь потом его куда-то заложить в качестве обеспечения, свопнуть, там, потом положить, там, под процент, то есть это, конечно, в теории, это все, ну, оно сейчас технически, оно все работает, да, вот, но так как мы сейчас говорим, там, про вот эти вот реальные активы, как недвижимость, там, или, там, не знаю, акции, облигации, то здесь вот из этого реального мира, как бы, тянутся вот эти вот все ограничения, связанные с юрисдикцией, потому что, ну, вот, как бы, право собственности на недвижимость, оно, там, должно прописано быть в реестре, и как это вот все это увязать, сейчас, основные вопросы сейчас, они, как раз-таки, вот здесь находятся, вот, но, действительно, потенциал, там, вот эта вот синергия, она возникает в том, что ты можешь все эти активы обменивать, закладывать, и это, как бы, новые юзкейсы для инвесторов и пользователей, то есть, очевидно, что здесь есть большой потенциал. Ну, на самом деле, если, допустим, ну, если вот Сбербанк выпустит блокчейн свой, сделать все это DeFi протоколы, там, NFT будет, как, грубо говоря, там, документ на недвижимость, да, это же упростить людям жизнь, ну, прям в разы упростить, ты пробиваешь свою доверенность, или пробиваешь свой документ за три секунды, да, то есть, как бы, это все запись в блокчейне у тебя, тут же его закладываешь, потому что это твое, по технологии Web3 тебе не надо, там, дальше, там, регаться на каких-то еще платформах, где будет Сбербанк, участвовать, где будут партнеры, то есть, ты зарегистрировался один раз, грубо говоря, получил, там, цифровую какую-то ID, пошел уже, там, по всем остальным. То есть, это упростит людям жизнь просто в разы, и мошенников уберет с этого рынка, то есть, подделать нельзя будет, изменить нельзя будет, запись в блокчейне. То есть, я думаю, что, конечно же, все-таки за этим однозначно будущее, хорошо, что вы двигаетесь в этом направлении. Да, здесь, смотри, как бы, согласен, что это открывает новые возможности, да, но, вот, как бы, немножко попробую, как бы, раскрыть, вот, позицию, наверное, больше бизнеса, как, ну, вот, там, бизнес, там, или государство, как смотрит на вот эти все инновации, потому что мы, вот, как бы, ну, сегодня, понятно, у нас, как бы, аудитория такая прокаченная, все, как бы, разбираются в криптоиндустрии, вот, это пользователи в первую очередь, а пользователи всегда заинтересованы в новых инструментах, там, новых механиках, повышенной доходности и так далее, вот, но, как я говорил, пользователи разные бывают, сегодня, допустим, у нас, там, продвинутые пользователи, а если мы выйдем, там, на улицу, то есть, там, как бы, обычные пользователи, и вот, всегда возникает проблема, кто, вот, как бы, позаботится об обычных пользователях, да, потому что обычные пользователи, они не так хорошо разбираются во всех механиках, они не понимают слово блокчейн вообще, как бы, когда ты им говоришь, слушайте, там, все будет классно, круто на блокчейне, то, там, у нормального человека, у него сразу, там, мысль, а, все, мошенник, точно, как бы, блокчейн, это, это 100%, там, я сейчас туда заложу активы, и все, как бы, и он, и он, и все пропадет, к чертовой матери, поэтому, вот, эта вот история, как бы, про масс-адопшн, про пользователей обычных, она, вот, всегда возникает, как бы, вызывает дополнительные вопросы про защиту этих пользователей, про риски, про образование, вот, и вот это надо четко понимать, что, как бы, есть, как бы, две разные категории пользователей, вот, блокчейнисты, энтузиасты, которые всегда, как бы, за все, там, да, давайте, как бы, ликвидность нам, там, куча инструментов, там, 10 иксов мы сейчас заработаем, да, а есть, как бы, все остальные, которые, вот, ничего не понимая, могут просто, там, попасть, там, в какую-то непонятную историю, ну, и мы знаем с вами, что на крипторынке, как бы, очень много плохих парней, которые обувают неподготовленных пользователей, вот, вот, поэтому здесь, вот, всегда есть трейдов. Спасибо большое. Александр, скажите, планируется вообще в будущем выход, быть, может быть, монеты или токены с Белбанка? Ну, это, как бы, обсуждается, там, в плане идей каких-то, как и везде, да, вот, но вы знаете, что, если мы говорим про российскую юрисдикцию, у нас есть, как бы, жесткое регулирование, вот, у нас, там, криптовалюта, как средство платежа запрещена строго, вот, там, покупка криптовалюты, там, находится в серой зоне, и, как бы, тоже куча вопросов возникает, вот, поэтому здесь мы, наверное, ну, как бы, должны всегда смотреть на, вот, юридическое поле, вот, пока это невозможно делать, вот, но так, как мы лаборатория, а в лаборатории работают сумасшедшие люди, которые, как, отважные, безумные, как бы, проводят опыты, вот, мы, там, технически все разные кейсы проверяем, закрываем глаза на юридические ограничения и начинаем, там, значит, выпускать все, что, все, что можно, вот, то есть, я так скажу, технически, технически, лаборатория Сбера не знает рамок, то есть, здесь мы, как бы, сумасшедшие, мы, мы, вот, все, что угодно можем повыпускать, понавыдавать, вот, но так, как мы регулируем финансовый институт, вот, мы не можем нарушать текущие законы, и мы это все делаем, как бы, в такой, в смарт-вей, такой, в умном виде, то есть, мы это все делаем внутри нашего периметра, мы это не раскатываем на наших клиентов, вот, то есть, мы это тестируем, мы понимаем, какие у нас есть риски, мы понимаем, какие у нас есть ограничения, вот, но я скажу так, что вот эта вот история с криптой и выпуск, там, крипты, там, коинов банками, она на самом деле сейчас находится на совершенно другом уровне, нежели, там, год назад или два года назад, потому что сначала выпустили ЦФА, цифровые финансовые активы, да, сказали, что ЦФА, как бы, это не средство платежа, ну, это просто какой-то цифровой актив, похоже на ценную бумагу, вот, потом появился, там, начали появляться CBDCs, цифровые валюты центральных банков, да, это, как бы, не крипта, там, да, там, там, эмитентом является один институт, но, по крайней мере, там технология блокчейна, вот, сейчас стали появляться токенизированные депозиты, вот, то есть, ну, это, как бы, безналичные деньги, просто, там, новые технологии, вот, какой будет следующий шаг, никто не знает, вот, но очевидно, что вот этот гэп, там, между регуляторами и участниками рынка, он сокращается, вот, и вполне возможно, в какой-то момент, там, мы где-то увидим с вами, да, уже там есть, в принципе, то есть, уже есть, там, где банки выпускают свои стыблы, вот, там, привязанные к фиатным деньгам, вот, то есть, ну, вот, в этом, как бы, вся суть инноваций, да, как, кто-то делает один шаг, кто-то делает второй шаг, то есть, это конкуренция, и самое интересное, что регулятор же тоже находится в конкуренции, то есть, если регулятор, там, ну, что-то не сделает, просто рядом, там, вырастет такой огромный, там, серый рынок, вот, все это понимают, поэтому банки технологические в России очень продвинутые, вот, и они готовы, там, первые готовы, там, любую инновацию. Я согласен, FNF в России, мне кажется, один из самых, вообще, крутых в мире, то есть, наверное, ну, именно технические точки зрения, мы, там, на голову выше, там, Европы и Америки, то есть, даже, в сравнении с элементарными моментами, там, кто-то до сих пор, там, в Канаде, он чеки использует, а у нас тут уже можно платить буквально всем тебе и стикерам, и телефонам, и карточкой, и чем только хочешь. Хорошо, с монетой понятно. Другой вопрос. Вот, новый проект, как правило, тоже заведено, в большинстве случаев, в крипте, делают за какие-то активности, раздачи, например, там, каких-то F-дропов, каких-то вознаграждений, каких-то бонусов. У вас, понимаем, что прям такой схемы не будет, может быть, что-то похожее, то есть, за какую-то активность что-то давать людям, такое планируется? Я добавлю, может быть, за какие-то, вот, какие-то тестовые задания, какие-то, вот, тестовые сети, там, еще что-то делать, вот такое, может, закрытые какие-то комьюнити попасть, где, там, можно все это делать, получать какую-то награду от Гера? Да, это, это очень хороший, актуальный вопрос. Мы, по крайней мере, четко понимаем, что, там, вот эта вот история, там, маркетинга и взаимодействия с пользователями в криптоиндустрии, она совершенно другая, нежели чем, там, в мире корпоративном, вот, что, ну, вот эта вот история с токенами, с дропами и так далее, взаимодействие, engagement с комьюнити, ну, как бы, он совершенно другой в веб-три мире. Мы это, мы это, как бы, отчетливо понимаем, вот. При этом, как я сказал, так как мы зашли в историю DeFi, как бы, не, там, не сразу, там, не с промышленной какой-то версией, там, мы сделали тестовую площадку, поэтому мы вот здесь, как бы, немножко сейчас притормаживаем в плане, там, вот, взаимодействие с сообществом. У нас первая задача была, мы в прошлом году, мы только в прошлом году, кстати говоря, это был, что это было, это был конец мая, где мы первую блокчейн-конференцию провели, мы там анонсировали, что, там, Сбер создает свое сообщество комьюнити, вот, и тогда задача была вообще просто понять, посмотреть, а сколько таких вообще осталось в России, кто эти люди вообще, разработчики, там, DeFi билдеры, сколько их вообще осталось, вот, и мы вот эту вот комьюнити, там, группу создали, посмотрели, вот, в принципе, ну, интерес появился, у нас сейчас есть, там, такая core группа, то есть ребята, там, за нами наблюдают, дальше они, как бы, ждут каких-то действий, вот, и мы сейчас прорабатываем разные варианты. Одна история была интересная про, вообще, там, программу лояльности с помощью технологии блокчейн, вот это вообще, как бы, ну, это сейчас мировой тренд, все крупные бренды, они смотрят, как можно модернизировать программу лояльности за счет технологии блокчейн, как можно уйти, скажем так, от транзакционной модели к новой модели, то есть, такой, более эмоциональной, что ли, модели, когда ты клиентов привлекаешь и удерживаешь за счет, там, геймификации, то есть, за счет каких-то, там, заданий, за счет каких-то, там, игр, за счет каких-то действий ты награждаешь токенами, ну, допустим, NFT-шками, вот, эти NFT-шки он дальше может, там, продать, там, обменять на какие-то другие штуки. Вот эта история, она вполне, как бы, реализуемая, и мы сейчас думаем, как это внедрить. Вот. А прямо вот так вот раздача, как бы, токенов, она сейчас активно не происходит, она происходит в закрытом виде, то есть, тем разработчикам, которые сейчас там готовы деплоить какие-то приложения у нас в сети, вот, мы там выдаем токен, естественно, чтобы они свои приложения запускали. Пока это так работает. Спасибо большое. Сейчас вот как раз к темникам, сейчас вернемся, Ян задаст вопросы интересные. Я еще хотел еще спросить про, вот, мероприятие, которое вы говорили, вот, у вас было в начале года. В целом, как прошло? Планируется еще? Вот. И на каких, может быть, мероприятиях в ближайшее время вы планируете быть, где-то, может быть, с вами, может, было вживую увидеться, пообщаться, кому интересно? Ну, вот, мы провели первую блокчейн-конференцию в этом году весной. Вот. Получилось, мне кажется, очень круто. Мы собрали в одном месте и криптонов, и этих корпоративщиков, консерваторов. Вот. Они всех замешали, как бы, в одной куче. Вот. А одни говорили, там, про регулируемые блокчейн-продукты, там, цифровые финансовые активы, там, цифровой рубль. Вот. Другие говорили про DeFi, Web3 и так далее. Ну, получилось, мне кажется, очень хорошо. По крайней мере, в России это такая, по-моему, первая блокчейн-конференция, организованная Финансовым институтом. Вот. Планируем мы дальше эту конференцию повторять, и в следующем году сейчас думаем над форматом и так далее. И самое интересное, что мы в рамках этой конференции, мы еще провели Hackathon по DeFi. Вот. И там тоже куча, как бы, интересных проектов было. Что касается других мероприятий, вот в этом году мы, наша команда пыталась там максимальное количество мероприятий посетить. Мне кажется, ну, мы были на самых крутых мероприятиях в России, в разных городах. И, как бы, ну, я, допустим, очень впечатлен уровнем, масштабом, вот, то, что делают вообще, как бы, ребята. И то, что вы делаете, кстати, тоже, как бы, очень круто. По-моему, вы тоже на всех кусок присутствуете. Спасибо большое, спасибо. Да. Одни из этих, как сказать, главных, наверное, лиц на криптоиндустрии нашей. Вот. Ну, будем продолжать в следующем году. То есть мы планируем на основных площадках быть, слушать, что говорят люди, какие темы поднимаются. То есть нам это интересно. Вот. Возможно, ну, тоже мы смотрим еще на всякие международные штуки. Вот. Там, где, куда можно поехать, то тоже планируем выезжать. Вот я хотел как раз добавить. Если, допустим, вот, не знаю, какой-нибудь проект, стартап или там команда какая-то, у них есть какая-нибудь классная суперидея, которая действительно вот имеет место для жизни, приходит, допустим, к вам и говорит, ребят, смотрите, мы вот сделали там, у нас есть MVP, там еще что-то. Можно ли получить от вас какие-то гранты, получить, может быть, какие-то, я не знаю, инвестиции, да, или попасть к вам в комьюнити, или как вот, допустим, вот, возможно, или вы, допустим, покупаете эту идею, там, ну, грубо говоря, и там сами ее реализуете. Потому что в любом случае нас будут смотреть команды, которые хотят попасть, допустим, вот именно в Сберг, именно, может, получить какие-то инвестиции, двинуться наверх со своей идеей. Да, это очень хороший вопрос. И это, наверное, одно и наше преимущество. Вот, потому что, ну, многие ребята, которые там на ранней стадии вступили в наше сообщество комьюнити, они там, как бы, всегда задавали вопрос, как бы, нафига вообще, ну, вот это вот, ваше сообщество нужно, там, как бы, есть намного круче проекты, там, без Централки, вот, а от вас все равно, как бы, ничего хорошего не будет. Вот, ну, и здесь, как бы, мы, как бы, пытались показать, что Сберг, как раз-таки, за счет того, что это самая крупная финансово-технологическая компания в России открывает дополнительные возможности для DeFi разработчиков и билдеров, вот, именно для этой категории, потому что крутые стартапы, у которых есть там классная идея, или, допустим, у них есть какой-то MVP, вот, они что хотят? Ну, они хотят найти либо финансирование какое-то, либо хотят найти какого-то партнера мощного, ну, который им позволит, там, улететь в облаках, вот, либо они хотят, ну, не знаю, там, за счет этого партнера выйти, там, на его нетворк, там, на его клиентскую базу, там, или, не знаю, там, куда-то там, ну, в общем, у всех стартапов есть какие-то свои бизнесовые цели, и это абсолютно нормально, потому что, ну, мы здесь, как бы, играем в бизнес, там, в бизнесе основная задача, это зарабатывать деньги, вот, и что здесь, как бы, дает Сберг? Ну, во-первых, когда эта команда становится членом, вот, нашего сообщества, вот, появляется возможность этой команды показать свой продукт, познакомиться с членами лаборатории блокчейна. У нас, кстати, есть в команде, у нас с этого года мы взяли себе сотрудника, который отвечает конкретно за стартап, то есть, вот, как бы, его задача, там, работать со стартапом. Вот, допустим, стартап, когда получает доступ к сотрудникам лаборатории, то есть, мы здесь очень открыты, проактивны, мы со всеми встречаемся, слушаем, как бы, что есть у ребят, если действительно есть классная идея, есть классный MVP, вот, дальше лаборатория может стать точкой входа в экосистему Сбера, потому что Сбер – это же не одна лаборатория, в Сбере же куча подразделений, у нас есть свой акселератор, где мы можем, там, помочь какой-то экспертизой, мы можем, там, дать доступ к партнерам, мы можем найти инвесторов, то есть, здесь, как бы, появляются огромные возможности, вот, а дальше уже, допустим, в зависимости от того, что там нужно фаундерам, что они хотят, допустим, есть разные варианты взаимодействия. Мы можем привлекать этот стартап на какие-то пилоты, потому что Сбер сам – это крупный заказчик, у нас куча разных есть бизнес-кейсов, вот, допустим, какой-нибудь бизнес-подразделение планирует запустить продукт, но хотят, там, сначала запилотировать, вот, и здесь, чтобы это сделать быстро, можно пойти с партнером, ну, чтобы проверить эти гипотезы. Здесь у вот этого стартапа появляется возможность как раз-таки свою технологию использовать с реальным заказчиком, вот. Некоторые, после того, как они делают пилоты, ну, как бы, они получают очень хороший пиар, маркетинг, и дальше, там, растут как в России, так и за рубежом, вот, поэтому здесь очень большие, очень большие возможности, и вот это основная ценность, наверное, комьюнити Сбера, что через лабораторию мы выводим этот стартап на различные подразделения. И вообще, для крупных корпораций, как раз-таки, стартапы, это источники инноваций. И вот, как бы, ребята, которые сегодня, там, вы знаете, есть такие, слушают, вот, стартапы, как раз-таки, имеют большое преимущество перед банками в скорости и вот в этом безумстве мысли. То есть те идеи, которые генерируют стартапы, как бы, они редко приходят в голову банкирам, потому что банкиры ограничены, там, своими юридическими вот этими зашорами. Ну, вот даже вот я, там, да, когда вы меня спрашиваете, там, про Сберкоин, как бы, ну, у меня сразу, там, раз, как бы, инструкция в голове. Вот. А у стартаперов, потому что они же безумные, у них куча разных идей. И вот эти идеи, они, как раз-таки, являются источником вдохновения для сотрудников банка. Поэтому, наверное, такой совет, такой будет для стартаперов. Ну, первый, самый простой шаг, это сначала приходите в Сберкомьюнити блокчейн, познакомь с нами, мы с нами поговорим. Вот. А дальше мы вам откроем двери, там, разные сценарии, предложим. Я думаю, что это уже хороший такой, пуст для развития. В общем, ребят, если у вас есть хорошая идея, вы нас слушаете и не знаете, куда обратиться, пишите нам, пишите он Дмитрию Белову, ссылочка будет в описании. Мы все подскажем, все расскажем, вот. И, может быть, у вас появится шанс действительно двигаться вместе с топовым банком России. Александр, спасибо большое. Дим, давай начнем с вопросов в чате, потому что их много, времени остается меньше. Постараемся на все ответить. Ребят, если на какие-то вопросы мы ответить, по причине того, что как раз таки Александр говорит, что инструкция, вот, вы не обижайтесь, да, то есть, если Александр скажет, на этот вопрос не буду отвечать, значит, мы на него не будем, поэтому извините. Дим, давай, поехали, вопросы. Да, Александр, к вам единственная просьба, постараться, хотя бы, примерно плюс-минус запомнить те вопросы, которые прям вам понравились, и счастливчику подарим приз. Вот, вопросов много, да, постараемся на все ответить. Здравствуйте. Вопрос. Есть ли практика привлечения сторонних экспертов для чтения лекций или проведения обучающих мероприятий для сотрудников банка? В особенности интересует Байкальский банк, Иркутск. Есть группа инициативная, хотим поучаствовать в продвижении блокчейна в Иркутске. Можете ли как-то помочь? Да, у нас такая практика есть. Значит, у нас есть такая компания Сбер Университет, вот, там есть специальный курс по DeFi, вот, и там очень практикуется привлечение внешних экспертов, вот, первое. Там второе. Байкальский банк у нас, наверное, один из лидеров с точки зрения интереса к блокчейну. Мы с коллегами часто на ВКонтакте, вот, мы знаем, что там много криптоэнтузиастов обитает, вот. В принципе, почему нет, можно, наверное, попробовать там сделать какое-то совместное, что-то можно сделать совместное с ребятами из Байкальского банка, если там действительно есть сообщество, вот, мы могли бы там привлекать экспертов, которые там находятся. И вообще я скажу так, что тема обучения, тема образования, она, как бы, очень тоже важна для лаборатории, вот, и мы тоже много времени инвестируем в это. У нас есть планы по созданию центра компетенции, где мы будем рассказывать про блокчейн, про крипту, как раз-таки представителям бизнеса, ну, и не только, возможно, еще и будет другая целевая аудитория. И вот, как бы, любые внешние эксперты нам понадобятся. Потом пишите, да, почему, мы рассмотрим. Дим, спасибо большое за вопрос. Ты пиши нам, а мы, как бы, вас соединим, и тогда уже, может быть, что-то получится. Спасибо огромное. Дим, давай дальше. Что для блокчейн-лаборатории Сбербанка будет считаться успехом в данной сфере в России? Хороший вопрос. Слушайте, успех. Ну, несколько, наверное, моментов. Для нас успехом, наверное, будет запуск какого-то такого масштабного инфраструктурного проекта на технологии блокчейн. Вот. Ну, не знаю, там, если, допустим, в России разрешат тему DeFi, вот, там, запустить там DeFi-платформу, там, российскую. Вот. Ну, что-то такое инфраструктурное большое, это точно будет успехом. Вторая история, наверное, это все, что касается каких-то изобретений. Вот. То есть, ну, вот, Ян говорил там про криптографию вначале. Действительно, криптография, как, ну, вот, наука фундаментальная, ну, это, как бы, основа блокчейна. И у нас есть в лаборатории ребята, которые, вот, занимаются исследованиями. Вот. И вот что-то такое там найти прорывное, вот, это тоже, как бы, успех. Главное, что все получилось. Держим кулачки. Следующий вопрос. Какие криптопроекты, по вашему мнению, кроме биткоина и эфира, являются основополагающими и важными? Кроме эфира? Ну, мне кажется, что вот эта вот вся история с развитием криптоиндустрии, она сейчас очень бурно развивается. Для меня вот сейчас большой интерес вызывает это вот институциональная история. Ну, вот, как бы, инвестиционные компании, там, BlackRock, Fidelity, которые сейчас пробивают историю с ETF-ами. Вот. Я вот очень внимательно слежу. Мне кажется, что это, вот, прям, станет таким мощнейшим толчком, потому что за этими ребятами там огромные деньги находятся. То есть это, как бы, вот, пенсионные фонды, да, там, то есть это сумасшедшие деньги. И мне кажется, что вот сейчас надо вот туда посмотреть немножко, потому что вот эти вот деньги, они могут дать прям сумасшедший толчок к развитию. Я тоже, кстати, говорю об этом, что, может быть, этот цикл роста, который будет впереди, будет такой, что мы просто, ну, это будет самый большой цикл вообще за всю историю. И, может быть, как раз-таки это будет толчок в ETF, да, вот ребята все приведут к этому. Потому что рынок крипты, он действительно небольшой, и он может взлететь вверх очень сильно, если придут вот эти вот деньги. Спасибо. Какое будущее блокчейна в России? Что нужно для этого сделать, кроме как принятия правовых актов? Будущее блокчейна в России, ну, мне кажется, здесь, первое зависит от людей, от нас с вами. Вот, потому что, ну, это в первую очередь разработчики и продукты, которые что-то создают. Вот. Мне кажется, это основная сейчас такая проблема, потому что каким-то образом нужно этих ребят здесь удержать и, наоборот, привлечь каких-то там талантов вот сюда. Это первое. Вот. Второе, наверное, это возможность, как мне кажется, все-таки законнектить вот историю там с DeFi, с традиционными финансами для того, чтобы вот появилась какая-то ликвидность. Вот. Потому что, ну, как бы по меркам глобальным наш рынок очень маленький. Вот. Тем более сейчас. Вот. И как бы стартовать как бы с нуля всегда сложно. Вот. Нужен какой-то донор. Вот. И здесь вот эта вот текущая как бы финансовая инфраструктура может как раз-таки стать вот этим вот донором для крипторынка в самом начале. Ну, вот эта вот интеграция. Вот. Ну, и третий момент, что еще для нас. Ну, и, наверное, вот как бы открытый диалог, общение вот бизнеса, регулятора, пользователей на разных площадках, вот, чтобы доводили свои идеи и мысли вот для каждой категории. Это тоже важно. Как Миен часто говорит, Дима, никто кроме нас. Так что все в наших руках. Это правильный подход. Да, да, да. Ну, постоянно говорит. Вопрос к Александру. В каких направлениях компетенции сейчас заинтересована лаборатория Сбера? Мы очень заинтересованы в, как раз-таки, в криптографах. Нам нужны криптографы. Традиционно разработчики. Вот. И знаете, вот сейчас кого не хватает, кстати говоря, я не знаю, вообще, такие люди бывают или нет. Вот. Сейчас не хватает специалистов, которые могли бы простым языком бизнесу рассказать про блокчейн и DeFi протоколы. Вот таких людей нет вообще, мне кажется. Потому что есть, как бы, очень крутые, там, технари, вот, которые начинают, там, ну, вообще просто, там, грузить такими терминами, что люди убегают. Вот. Либо, наоборот, там есть такие, как бы, гуру финансового рынка, которые, как говорили, не понимают, там, основ блокчейна. А вот такого вот монстра, который бы мог рассказать понятным языком и при этом быть, как бы, экспертом и технологии, и финансового рынка. Вот таких нету. Вот такие вот прям срочно, если такие есть, здесь у нас в чате, прям пишите. Я тоже добавлю, мы тоже как-то были на форуме, я там с людьми общаюсь, так, сели вокруг, там, рассказываем это, они потом в конце говорят, наконец-то хоть кто-то нам понятным языком рассказывает, как это устроено, что это устроено. Действительно, да, если кто-то технарь, да, он там, такими вот терминами, там, у нас есть такие ребята, или же те, кто вообще просто не хочет общаться с людьми, да, действительно, да, носить это. Поэтому, да, вот такие вот специалисты, они нужны, которые будут соединять этот мир, как говорят, как еще, да, там, разработчиков там с дизайнером, да, то есть надо отдельного человека, который их соединяет. Здесь примерно то же самое. Спасибо. Вопрос. Ваша компания в развитии идет по пути коллаборации с перспективными проектами или создаете с нуля? Для примера, Желтый банк объявил о создании своего GPT-проекта, хотя есть уже решения и команды с опытом по его созданию. Ну, это такой, наверное, бизнесовый, больше, наверное, стратегический вопрос. Ну, как бы, на это есть много интересных книг, но обычно говорят так, все зависит от того, где ты находишься, как бы, впереди или сзади. Вот. Но это классика, как бы, если ты лидер рынка, вот, и там к тебе кто-то там подбегает, ну, ты должен, как бы, их всех как-то там, не знаю, сделать так, чтобы они не подошли и увеличивать отрыв. Вот. Поэтому никаких коллабораций. Ну, вот там лидеру, как бы, не советуют ни с кем коллаборироваться. Наоборот, беги впереди планеты всей, вот, и собирай, как бы, все сливки. Вот. Если ты лузер, вот, догоняющий, вот, тебе надо все время, как бы, с кем-то коллаборироваться. Вот. Просить, там, давайте вместе, там, догоним вон тех. Вот. Поэтому это чисто такая бизнесовая история. Ну, вот, зависит от того, какая у тебя позиционка, какой рынок, где ты находишься, какой у тебя продукт, какие у него там преимущества и так далее. Если говорить конкретно про историю, вот, с блокчейном, ну, как бы, если говорить про блокчейн, платформы, вот, то здесь у нас такая тоже позиция достаточно разнообразная. Если говорить, там, про именно платформу технологическую блокчейн, то есть, типа, создать, там, с нуля свою блокчейн-платформу или, допустим, там, сесть, там, на EVM-совместимую какую-то технологию. Вот. На этом этапе жизни, вот, как бы, мы приняли решение, что нам, как бы, создавать с нуля свое не нужно. То есть, зачем, как бы, вот, мы взяли, там, форк эфира, потому что мы понимаем, что эфир, как бы, ну, это самая распространенная экосистема, что там есть уже сообщество разработчиков, там, как бы, уже есть протоколы, ликвидность и так далее. И у нас была гипотеза, там, посмотреть, как работают DeFi протоколы. Вот. Поэтому вот в этот момент времени мы такое решение приняли. Если, допустим, у нас там будет куча пользователей, вот, и какие-то у нас появятся приложения, наверное, в какой-то момент мы скажем, блин, нам нужна своя блокчейн-платформа. Вот. Но, наверное, тогда мы будем ее пилить. Поэтому это такой тонкий вопрос. Он очень сильно зависит от вашей стратегии. Вот. На самом деле тут полностью согласен. То есть, в определенный момент нужно было произвести правильный выбор. То есть, условно, то время и те средства, вместо того, чтобы создание, то есть, уже идет на разработку, на продвижение, то есть, на внедрение. То есть, тут согласен. Все максимально от проекта зависит. Спасибо. Следующий вопрос. Когда запуск СБРБ, ETF на биткоин, в какие возможности, сроки и перспективы появления подобных продуктов в Российской Федерации? СБРБ. Уже какое-то название придумали. Ну, здесь как бы все четко. Это все зависит от позиции регулятора. Вот. Пока я только слышу, читаю в новостях про американский рынок. Про российский рынок я пока не видел в заголовках. Ничего. Поэтому, не знаю, у меня нет таких прям вот активностей. Ждем, ждем. Следующий вопрос. Вопрос к Александру. Приветствуется ли разработка платформы для анализа данных сети с Бериум по типу DAIN Analystics и будет ли Хакатон в 2024 году? Да, приветствуется. И вообще, как бы, аналитические решения для блокчейна, мне кажется, оно, как бы, очень популярно сейчас. Очень много классных проектов. Вот. Все, что касается смычки технологии блокчейна, искусственного интеллекта, это, как бы, добавляет сразу, там, стоимость этому проекту. И, на самом деле, ну, как бы, есть большой интерес со стороны бизнес-заказчиков, как можно данные быстро анализировать с помощью искусственного интеллекта блокчейна. Эта вот история, она очень перспективная. Про Хакатона мы сейчас в моменте обсуждаем. Очень-очень хотим его провести в следующем году. Вот. Пока думаем над форматом. Думаем, как делать самим или там запартнериться. Ну, вот сейчас, как бы, как раз вот конец года мы эти все вопросы с коллегами будем обсуждать. Но планы есть, да. На самом деле, очень прикольная активность. Вот Хакатона, то есть, если вы разработчик или вы самая, команда даже целая, то есть, такие мероприятия нужно поищать. Это ценно-опыт. То есть, тут даже дело не где-то не в призах, а именно, то есть, в новых контактах, в новых партнерствах. То есть, всем советуем. Мы тоже ездили командой. Было круто. Следующий вопрос. Какие разработчики веб-3 вам нужны в данный момент? И когда уже с южидической точки зрения начнется монетизация токенов? Сибер. Ну, у нас разработчики сейчас, как бы, у нас, как бы, такой степь на Java, то есть, там, JVM, ну, и тоже, так как мы делаем на эфириуме, то, как бы, смотрим еще и на соревнования разработчиков. Вот. По монетизации пока тоже нет планов никаких. То есть, вот, как бы, мы пока проводим эксперименты в своей лаборатории. Как вы считаете, повлияют ли экспериментальные правовые режимы на создание инфраструктуры оборота крипты? Если нет, то что, по-вашему, может изменить ситуацию? ЭПР – это хорошая инициатива, но это, опять-таки, показывает, что регуляторы вовлечены в какие-то дискуссии. Вот. Насколько я знаю, там, основной кейс – это все-таки TransGran, личная история TransGran, использование крипты для TransGran. Вот. Там, как бы, там есть реальные проблемы у бизнеса, вот, которые, там, возможно, сейчас крипты решить. Вот. Повлияет ли это, как на какой-то, там, adoption среди обычных пользователей? Не знаю, мне кажется, не очень повлияет. Такое ощущение, что там, как бы, ну, вот, прям такой конкретный есть фокус бизнесовый. Вот. А что касается вот такого прям для пользователей, не знаю, сложно сказать. Мне кажется, пока нет такой связки. Как раз вот сейчас все, вот, многие уже пишут, смотрю, много вопросов про хакатоны, про мероприятия. Может, будет еще награда от Сбера в виде грантов на развитие инфраструктуры сети, помимо хакатонов? А в следующем году, наверное, вряд ли, но тоже был такой фидбэк по итогам первого хакатона. Вот. То есть, там, ребята, какие опытные, которые, видимо, не первый раз. А, кстати, там, оказывается, есть там целые команды профессиональных хакатонщиков, которые вот регулярно, там, не только в России, но и за рубежом, там, участвуют, вот, как бы, и, естественно, как бы у них опыта больше, и они там видят, что раз в разные есть механики вознаграждения, там, гранты, в том числе, маунты, все это. Все это, как бы, мы прорабатываем. Вот. Но пока вот, наверное, в ближайшем, в следующем году, наверное, пока вот не будем бояться. Но думаем. Думаем. Следите за новостями. Я думаю, всегда все будет актуально в своих сетях. Следующий вопрос. Какие ваши мысли по биткоину и его будущему? И придержитесь ли вы идей того, что инструмент, чтобы богатые стали еще богаче? Ведь, согласно данным, менее 2% кошельков имеет баланс выше одного битка. То есть, соотношение плюс-минус, как в реальном мире, когда-то 10% людей владеет 90% всех ресурсов. О. Сложный вопрос. Слушайте, но... Я к биткоину отношусь нейтрально. Со стороны, как бы, сам вот этот феномен, что какая-то там P2P история выросла там до таких объемов, конечно, вызывает всегда кучу вопросов. Как так получилось? А кому это нужно вообще? Явно, что биткоин с нами надолго. То есть, ну, это уже, как бы, свершившийся факт, наверное. Если бы его могли там раздавить, его, наверное, бы раздавили. Но, как бы, все давили-давили, не смогли раздавить. Вот. Вот эти вот последние движения, которые происходят там в заходах вот этого крупняка, говорит о том, что, ну, как бы, туда могут палиться там уже, как бы, настоящие деньги. А если это, как бы, полились туда настоящие деньги, это buy-side. Значит, как бы, уже все. Как бы, назад пути нет. Вот. Поэтому, с точки зрения я, наверное, как там альтернативного актива, который смог пробиться, как бы, и попадет там в портфеле пенсионных компаний, ну, это круто. Вот. И здесь, конечно, как бы, я этого не ожидал, честно говоря. И вот, мне кажется, потенциал большой. Там, то, что там богатые, там будут богатеть, ну, это, как бы, всегда история про асимметрию информации. Ну, как бы, всегда зарабатывает тот, который что-то больше знает, у кого больше опыта. Это, как бы, везде, на любых рынках, на фондовом рынке, везде, как бы. Ну, есть, как бы, такая маленькая кучка профессионалов, которые обувают, как бы, всех остальных. Вот. Поэтому эта история тоже, как бы, здесь присуща. Без этого никуда. Вот. Поэтому здесь, как бы, это не инвестиционная рекомендация. Вот. Как бы, просто говорю свое личное мнение, что биткоин, как альтернативный финансовый инструмент, действительно, вот сейчас, как бы, нашел, как бы, вот эту вот опору, точку опоры в виде инвестиционалов. И сейчас эти инвестиционалы будут лоббировать, чтобы появились дополнительные инструменты. Вот. И он появится в портфелях инвестиционных компаний. Спасибо. Ребят, все, что мы говорим, это, конечно же, не финансовый совет. Но, Александр, а у вас, может быть, есть или планируете чуть битко прикупить все-таки? Если это не секрет. Это секрет, но я, как, у меня достаточно, наверное, агрессивный портфель в последнее время. Вот. И в основном, как бы, были там акции. Вот. Но сейчас вызывает там интерес криптовалюта. Но я, как бы, не являюсь каким-то супертрейдером или что. То есть, ну, как бы, у меня очень простая стратегия там, как бы, в долгу его и поддержать. Поддержать. Вот. То есть, да, тут каждый сам, да, решает, какой ему портфель составлять. вот, поэтому и не буду напрямую отвечать на вопрос. Ну, в общем, инвестиции в криптовалютах вы какие-то небольшие делаете. Все. То есть, как бы, и в любом случае, то есть, как бы, да, то есть, если большие институционалы, да, то есть, как бы, присматриваются именно в свой портфель, там, биткоин, может быть, эфириум. Я знаю, что эфириум тоже покупают и думают, то есть, не думают, а говорят, что за ним тоже будет будущая экосистема, развивается. Поэтому, ну, я думаю, что в будущем у каждого будет в портфеле хоть немножко там какой-то криптовалюты. Спасибо большое, Дим, давай дальше. Что первое, регуляторка или инновации? Правильно ли, что делать инновации требуется всегда побыть в серой зоне, чтобы показать тот же продукт Market Fit? И то, и другое. Одно без другого, наверное, не существует. Вот это как броня и снаряд, да, ну, как бы, здесь, чтобы, чтобы была регуляторика, нужны какие-то инноваторы. Вот, потому что инноваторы, они подбивают, они подбивают регулятора, как бы, принимать решения. Вот, при этом я тоже понимаю позицию регулятора, если сам сейчас, как бы, нам всем надеть шапочки регулятора, я вообще не знаю, что бы мы делали, потому что, ну, позиция регулятора, это защищать права потребителей, да, чтобы, ну, как бы, все работало четко, нормально, без сбоев. Это так себе занятие, честно говоря. Вот, потому что, как только появляется какая-то инновация, что-то новое, ну, как бы, сразу выскакивают мошенники, которые хотят кого-то облакошить. Вот, и вот этот баланс, как бы, инновации регулирования, он точно должен быть. Потому что, тормоза, ты будешь все время жать газ, как бы, ну, и куда-нибудь врежешься. Поэтому здесь вот баланс тормоза и газа. Но, опять-таки, дисклеймер, тормоз, это не обзывательство. Не, на самом деле, все верно. Обзываем. А то будет, как дикий запад, беззаконие и так далее. То есть, в любом случае, регуляция нужна некая. Следующий вопрос. Я поднял ноду Siberium Main на платном WPS. Будет ли это в дальнейшем как-то поощряться? Ну, давайте, как бы, мы вашу обратную связь зафиксируем. и рассмотрим с коленем. Мы вас запомнили. Да-да, потом блин, ты скинь контакты этого человека. Хорошо. Следующий вопрос. Какие инструменты, технологии используются для мониторинга и анализа сети? Есть ли готовые решения наподобие эзерскана? Ну, у нас в основном какие-то готовые партнерские решения. У нас есть там пару компаний, которые предлагают подобные решения. Вот, мы сейчас пока сами ничего не разрабатываем. У нас есть, как бы, ребята, которые в комьюнити. Вот. Мы всегда отдаем приоритет ребятам, которые в комьюнити, у которых есть уже какие-то готовые решения. С удовольствием пользуемся. На самом деле это очень проблема, то есть сканер, да, блок-эксплорер, то есть мы запрашивали у эфириума, да, то есть использование их площадки. Если я не ошибаюсь, 500 тысяч долларов в год, а потом они еще подняли до миллиона. Поэтому это суперактуальная тема. Если кто-то сделает, допустим, российскую разработку и даст пользоваться за небольшие деньги, все будут этим пользоваться. Да, да, помню этот диалог с этими цифрами было забавно. Вот хороший вопрос. Каких специалистов, по вашему мнению, не хватает в индустрии в целом? Ну, не хватает, наверное, предпринимателей больше таких, которые бы что-то создавали. Ну, вот про то, что вот мы с вами недавно говорили, если как бы не я, то кто. То есть, ну, вот на этих людях, наверное, все и держится. Ну, я понимаю, что нужно создавать какие-то условия, чтобы эти предприниматели хотели как бы запускать проект здесь. Вот, поэтому такой вопрос, наверное, сложный, комплексный, вот, но хотелось бы видеть, конечно, побольше ребят именно с предпринимательским духом, которые бы реально бы пробивались бы везде там, вот, через любой кризис бы как бы, свой продукт бы несли к вершинам славы. Вот таких, наверное, упертых, упоротых как бы не хватает. Тут вот уже ребята уже прям уже на работу хотят, пишут, ребят, здравствуйте, я крипт-энтезиаст, работаю в Сберии, видел несколько вакансий в проектах в Дэфи, но, увы, не взяли. Будут ли еще какие-то расширения, будут ли еще вакансии? Это все зависит от того, как будет двигаться рынок, поэтому, как бы, если рынок будет расти нашими усилиями, то, как бы, все проекты будут расширяться. Ну, как бы, это же вот эта вот история, как венчурных капиталистов, там, чем больше венчурных денег заливается в проекты, тем больше проектов, тем больше разработчиков нанимают, тем выше спрос, тем выше зарплата. инвестиции сдулись, как бы, сразу клей-оффы и сразу, как бы, зарплаты поздувались. Ну, это вот вся такая, как бы, Просто надо эту историю развивать, нужно запускать проекты здесь, как бы, ну, искать партнеров, вот, и сразу будут появляться рабочие места. Вот, мне кажется, все зависит от нас, там, от стартаперов, вот, приходите, запускайте проекты, вот, мы будем расти и за счет вас будем открывать вакансии, вы будете приходить к нам на работу, будут появляться новые сортапы. Как я говорил, все в наших руках. Рынок будет развиваться 100%, и будет расти, потому что мы с Димой останавливаться, и с нашей командой все не собираемся останавливаться, и будем двигать этот рынок наверх. только вперед. Кстати, еще раз, предположим, что Сибериум раскатился на майнет, и по опыту сети оптимизм, бейс, ликвидность удается привлечь в начале, потом она перетекает в новый L2. Есть идеи, как решить эту задачу? Слушайте, вот с ликвидностью вообще какая-то такая задачка со звездочкой, мне кажется, все постоянно обсуждают, а будет ли ликвидность, а где ее взять. Сложно вопрос, честно скажу, любой новый проект, чтобы поднять, это как курица и яйцо. Поэтому, наверное, проблема с ликвидностью существует во многих проектах, даже если посмотрите сейчас, какие вопросы обсуждают регулируемые институты с ЦФА с цифровыми финансовыми активами, даже у них сейчас проблема с ликвидностью на ЦФА, потому что 10 разных обособленных площадок, и каждая площадка не отпускает ликвидность за свои пределы. И здесь, наверное, надо как-то интегрироваться там, где больше ликвидности, чтобы она к тебе протекла. Так вот, про Собериум уже люди начинают интересоваться. Собериум экосистемный проект. Планируется ли от Сбера продукты в Собериуме или только система гарантов для команд, чтобы запускались в экосистеме? Экосистемный продукт. Ну, пока все, как я сказал, вот, в ограниченном режиме мы запускаем какие-то продукты, тестим, смотрим. Вот, то есть это еще, как бы, не вышло там в Майнет по понятным причинам. Если что-то поменяется, если что-то поменяется, вот, ну, будем принимать решения, потому что здесь очень много зависит, какая будет вот эта вот регуляторика, от этого зависит сетап вообще, весь, полностью, поэтому вариантов там очень много. Так, друзья, последний вопрос как раз сейчас задаю и переходим уже к итогам. Время у нас уже идет, не будем Александра отвлекать. Вопрос. Было пару слов про токенизированные депозиты, токенизированные безнал. Можете подробнее сказать, как это работает и какие проблемы решает? Токенизированные депозиты, токенизированные безнал, это как раз таки, как мне кажется, это некий такой инструмент, который родился там после долгих дискуссий банков, в первую очередь коммерческих, с регулятором. как вы помните, когда появились первые стейблкоины от частных компаний, регуляторы достаточно жесткую позицию заняли, потому что это была угроза их монополий. И стали появляться вот эти проекты CBDC, как грибы после дождя, они везде стали появляться. Но это явление CBDC стало угрозой для коммерческих банков, потому что теперь вся ликвидность находится в периметре центрального банка. И коммерческие банки по всему миру тоже начали вести диалоги с регулятором, обосновывая, почему требуется расширить перечень инструментов. И так родилась история с токенизированными депозитами. Я знаю, что она одновременно на разных концах мира появилась. И в Америке, и в Азии, и в России. Суть такая, что с точки зрения я без знала ничего не меняется. Как был без знал, так и остался. Просто меняется технология. То есть теперь еще без знал можно в виде токена в блокчейне хранить. То есть это дополнительный инструмент, который сейчас обсуждается. Он позволит банкам предлагать какой-то дополнительный продукт своим клиентам. но для обычных клиентов физических лиц и юридических лиц пока это все ничего не понятно. Они вообще не понимают в чем ценность CBDC стокенизированных депозитов или других инструментов. Потому что пока это еще обсуждается этими провайдерами. Но не дошло до пользователей. И это тоже челлендж. спасибо большое. Один вопрос пропустим. все последний вопрос. это уже точно последний. Мы так можем сидеть. Тут ребята все сидят. Все круто. Почему выбрали consensus по? Ну здесь как бы тоже вопрос ответный на очевидный. Потому что все вот эти интерпрайзные решения они никогда не славились высоким уровнем децентрализации. Ну как бы не секрет, что частные блокчейны вот это как бы небольшое количество участников. Вот. И как раз такие proof of authority являются неким стандартом вот для такого рода бизнес кейсов. Вот. Тут важно понимать, что выбор консенсуса, вообще выбор блокчейн, платформы и прочих атрибутов очень сильно зависит от юзкейса. От вашего юзкейса. Какие там были требования, так и получилось. Но это не означает, что все время все будет именно на этом стеке делаться. Все зависит от бизнес кейса. Спасибо огромное. Ребят, подводим итоги. Александр, если есть возможность, пожалуйста, выберите самый лучший вопрос. Мы ребятам подарим наушнички по традиции. Да, ну смотрите, все вопросы были интересные, и большое спасибо участникам за такие классные вопросы. Я выберу вопрос, вот был про коллаборацию, надо ли партнериться или создавать свое. Вот там был вопрос. он мне понравился в плане того, что этот вопрос сочетает не только технологические особенности, но и бизнесовый. Вот, я выбираю этот вопрос. Мне кажется, что тема блокчейна, она как раз такая, на стыке технологии бизнеса. Это Роман задавал этот вопрос. Роман, наушнички твои. Поздравляю. Так, ребят, всем спасибо огромное, что были на эфире, наверное, там рабочее время, да, сидели там, смотрели нас. Кто-то будет записи смотреть. Спасибо тоже огромное, что досмотрели. Александр, вам спасибо огромное, что согласились прийти к нам на эфир. Это, ну, для нас большая честь, да, что вы как раз поотвечали на вопросы, ребят, да, то есть, СБЕР идет, грубо говоря, в массы, общается с людьми. Это тоже очень-очень классно. Вот, вам огромное спасибо. Я думаю, что увидимся еще, еще не один раз. И, кстати, так что тоже не пропустите. Дима скоро будет его монтировать, потому что у нас куча форумов было, да, Дима не справляется, правда. Вот, поэтому спасибо огромное всем. Всем хорошего дня, Александр, и вам тоже хорошего дня. Спасибо. Да, всем пока.